Региональное первенство по автослалому на Кубок Героя Советского Союза Владимира Орехова «Даманская сталь» прошло в Тополево. Трассу Хаба-Фторинга преодолели 28 экипажей из Хабаровского края и еврейской автономии. За снежный маршрут форсировали легковые авто, кроссоверы и джипы. Подробности в сюжете Максима Ванакова. Павел Сизых демонстрирует владение своим внедорожником перед заездом на гонке «Даманская сталь». Два года пилот выступает на отечественном автомобиле. Такой «Тагас Роот Партнер» единственный на Дальнем Востоке. Таганрогский автомобильный завод выпускает аналог Сан-Йонг Муса. Чтобы купить внедорожник, Павел ездил на запад страны. На востоке авто дорабатывал. Поставил другие пружины, УАЗовские. Амортизаторы тоже Волговские подошли. Подшипники все подходят от отечественных машин, от «Газели», от «Волги». Так что с запчастями по большому счету проблем нет. Подключаемый полный привод. Ведет себя она как и везде по асфальту, так и по бездорожью. Интересно. Я стараюсь не пропускать мероприятия в Хабаровске. Это адреналин. Интересно. Это соревнования, это знакомства, это люди. Всего 28 экипажей из Хабаровского края и ЕАО вышли на трассу хаб-авторинга. Среди спортсменов и представительницы прекрасного пола. Заинтересовала тематика, чему посвящены эти соревнования. То есть необычный формат. Посчитали нужным, наверное, поприсутствовать. Ну и познакомиться с другими участниками, с других городов. Больше, наверное, даже как-то патриотически. В таких соображениях. С патриотических. Гонка «Даманская сталь» посвящена герою Советского Союза Владимиру Орехову, погибшему в столкновении на Даманском острове. Такие вот мероприятия, они необходимы в воспитании молодежи. Именно память отдать долг наш тем героям, которые погибли в свое время. Не только на острове Даманском, но и в Великой Отечественной войне. На других горячих точках. Сегодня проходит специальная военная операция. Участвуют в нем наши хабаровчане. Гонщики состязались в трех категориях. Легковые, авто, кроссоверы и джипы. Для первых двух групп трасса была укорочена. А вот внедорожники, кроме слалома, проходили еще и огромную лужу. В прошлую субботу трасса была 3,5 километра. Сегодня она в половину меньше. Но она не стала проще. Наверное, даже сложнее. Потому что выпал снег и довольно-таки скользко. Погодные условия сейчас добавили сложности при выполнении фигуры скоростного маневрирования, который называется «Змейка». Ну и, соответственно, прохождение нескольких поворотов. Автогонка «Даманская сталь» проводится уже девятый год подряд. Сейчас начинается подготовка к юбилейным десятым стартам. Максим Ванаков, Ольга Волосова. Смотри Хабаровск.